Съёмочная группа программы «Земля наша» продолжает своё путешествие по Гомельской области. И сегодня в центре внимания Ельский район. Этот по-своему интересный и примечательный уголок Полесья, скромный и неприметный внешне, в то же время самобытен и щедр своими обычаями, славен трудолюбивыми и талантливыми людьми. Сегодня в программе. Продукция каких местных предприятий популярна в Европе? В чём преуспевают ельские бизнесмены? За какие успехи «Ясли сад номер один» получил признание на республиканском уровне и занесён на областную доску почёта? А также в каких творческих направлениях проявляют себя ельские школьники? Ельский район расположен на юго-западе Гомельской области, в пределах Мозорского Полесья. Примыкает к границе республики Беларусь с Украиной на участке протяжённостью 85 километров. На севере соседствуют с Мозорским, на западе – Лельчицким, на востоке – с Наравлянским районами. Занимаемая площадь с учётом сельхозугодий территории леса – 136,5 тысяч гектаров, или 3,5% от общей площади региона. Численность населения района – более 15 тысяч человек. Административный центр «Ельск» расположенный в 170 километрах от Гомеля и 370 километрах от Минска. Районный центр город «Ельск» за последние годы сильно преобразился. Он стал более ухоженным и современным. Огромная работа была проведена в 2015 году в рамках подготовки к областным дожинкам. Благоустроили скверы и дороги, отремонтировали фасады зданий, украсили аллеи. Но главное, что проделанный труд не стал напрасным. Жители «Ельска» поддерживают порядок в своём городе и при этом стараются приумножать сделанное ранее. Как результат – признание на республиканском уровне. По итогам последнего смотра конкурса «Санитарного состояния и благоустройства» «Ельск» стал победителем в своей категории. Аналогичное достижение и у агрогородка Заширье. Небольшой, но в то же время такой просторный и уютный. Он стал лучшим среди сельских населённых пунктов Беларуси. К слову, агрогородки и деревни Ельского района начинают обретать второе дыхание. Работа по наведению порядка на земле в сельской местности системная. И хоть для отладки механизма понадобился не один год, зато уже сегодня трудно найти неубранные дворы, кустарниковую растительность, либо пустующие земли. Все необходимые работы выполняются вовремя. Домов таких вот именно, чтобы увидеть, что окон без крыши у нас практически нет. Нам приходится работать с домами те, которые более-менее нормальные, но в то же время вокруг этого дома на сегодняшний день никто ничего не выращивает. Зарастает оно именно в реном. Ну и население обращается в связи с тем, что по осени эта трава высыхает. Люди боятся того, что не дай Боже, как говорят, то ли спичка, то ли что-то другое. Ну и, соответственно, пожар. И они обращаются, конечно, в совет. Работа эта проводится, не будет проводиться, но домов именно на территории района таких осталось мало. Главная цель работы по благоустройству – найти хозяина каждого квадратного метра неиспользуемой земли, чтобы в будущем она приносила экономическую прибыль. В деревне Шарин, к примеру, на данный момент проживает всего 13 человек. В свое время здесь было много заброшенных зданий. Однако ситуацию быстро исправили. Более 50 домов были снесены. 35 гектаров передано под сев сельскохозяйственных культур. Земли обработали, и они уже приносят урожай. Всего в Ельском районе, начиная с 2011 года, снесено более 1500 ветхих пустующих домов. Около 1000 гектаров освободившейся земли переданы сельхозпредприятиям и в лесной фонд. Полностью работу по ликвидации старого жилья пока не завершена. К тому же порой возникают проблемы с собственниками пустующего жилья. И связаны они не с тем, что владельцы отказываются расставаться со своим имуществом. Зачастую длительное время требуется для поиска хозяев. А без разрешения невозможно начать работу по сносу непригодного для жизни дома. Надо найти собственника, соответственно материалы должны пройти через суд. Суд должен признать это владение, домовладение безхозяйственным. И тогда уже, когда оно предназначено безхозяйственным, передается в сельский совет. Ну а сельский совет уже потом признает его, можно его ремонтировать или лучше снести и вовлечь землю в сельхозапород. Продолжаем знакомство с Ерским районом и следующий пункт. Мебельная фабрика. Это градообразующее предприятие, одно из старейших на Ельщине. Играет огромную роль в развитии экономики района. Ежегодный объем производства составляет более 2 миллионов рублей. В месяц здесь производят 6000 стульев и около 500 столов. Продукция не задерживается на складе, а сразу же в полном объеме направляется на продажу. Мебельная фабрика состоит из трех цехов. Основные три цеха, которые выпускают продукцию. Это механический участок, это участок сборки и участок отделки. Сейчас мы находимся на участке сборки. Мы с трепетом относимся к своей продукции. Хотим, чтобы продукция была высокого качества, чтобы она была конкурентоспособна. Вы можете посмотреть, как каждый стул смотрится, тщательно отбирается, дорабатывается. И только после этого, тщательно контроля, мы передаем уже участок отделки. А затем, после проверки качества, уже идет на упаковку. Основной ориентир предприятия – продукция высокого качества, по доступным для населения ценам. Встретить которую можно в различных непродовольственных торговых объектах нашей страны. Продукцию предприятия уже по достоинству успели оценить жители крупных и малых городов Беларуси, а также других стран, в их числе Россия, Казахстан и Грузия. Перспектива наша – захватить все рынки сбыта на бывшем постсоветском пространстве. Также на этом мы не собираемся останавливаться. На сегодняшний момент у нас заключены контракты на поставку нашей продукции в страны Прибалтики, Германия, Польша, Чехия. Значит, вот с этими странами мы на сегодняшний день уже сотрудничаем. Но, к сожалению, объемы экспорта, то, что у нас планировалось, мы выдержим, но хотелось бы, конечно, большего. И вообще перспектива на то, чтобы вся продукция, больше 90% продукции шло на экспорт. Сегодня на предприятии с уверенностью смотрят будущее. Однако еще год назад перспективы были не столь радужные. Отрицательная рентабельность и малоэффективная реализация продукции не внушали оптимизма. Но с появлением нового руководства экономические показатели стали постепенно улучшаться. На сегодняшний день рентабельность предприятия составляет 118%, что на 33% больше, чем в прошлом году. Экспорт за последние 12 месяцев увеличился в 4 раза. Более половины выпускаемой продукции направляется к зарубежному потребителю. В планах достичь большего. Задача на ближайшее будущее – оптимизировать затраты предприятия, чтобы снизить себестоимость продукции. И как результат – увеличить прибыль. Кроме этого, планируется создавать новые рабочие места. Пока же на мебельной фабрике трудятся 170 человек. Мы планируем увеличивать рабочие места. Но увеличивать рабочие места – это будем только с увеличением объема производства. При нахождении новых рынков сбыта, при нахождении новых партнерских заключенных договоров будем идти к тому, чтобы увеличивать. И обеспечивать Ельский район новыми рабочими местами и достойной заработной платой. Важное место в экономике района занимает Ельский лесхоз. В настоящее время на предприятии трудятся около 350 человек. Многие из них – потомственные работники отрасли, благодаря которым на протяжении долгих лет формировались уникальные лесные культуры. А потому охрана леса здесь среди первоочередных задач. К примеру, вот с такого пункта оперативного реагирования осуществляется мониторинг пожаров. Камеры позволяют обнаружить очаг возгорания даже на дальнем расстоянии. В настоящее время в Ельском лесхозе приобретены 6 систем видеонаблюдения, по которым осуществляется наблюдение за территорией Гослесфонда. Радио действия данной системы видеонаблюдения составляет в пределах 15 километров. Значит, здесь я вот по периметру мы проходим и смотрим, какая у нас ситуация, обстановка в наших лесах. Если мы обнаружили или установили какой-то очаг пожара, значит, сразу же немедленно выезжает пожарная машина, команда лесопожарной станции для локализации и ликвидации лесных пожаров. В сфере деятельности работников предприятия также заготовка и переработка древесины. Продукция реализуется как населению по заявкам, так и различным организациям. Около 40% пиломатериалов направляется за границу. География поставок широкая – от Польши до Великобритании. Увеличение доли экспорта позволяет увеличить поступление денег на предприятие, что позволяет производить как текущие капитальные ремонты, модернизацию, закупку новой техники. Будем закупать лесовозный автомобиль. Это будет поставка конец мая, начало июня. Также приходит новый «Харвестер». Это многооперационная техника, занятая на разработке лесосек. Будет приобретен время приобретения сентябрь месяц 2017 года. Особое внимание созданию комфорта на рабочих местах. Несколько месяцев назад в лесхозе начались ремонтные работы. Они затрагивают производственные цеха и бытовые помещения. Руководители уверены. Если сотрудники предприятия будут себя уютно чувствовать, то это отразится и на экономических показателях. Еще одно важное направление – благоустройство и озеленение территории предприятия. Предприятия расположены в живописном месте, в очень энергетически насыщенном. После тяжелого дня происходит снятие. Пройдешь по березовой рощи и просто отдыхаешь. Еще на предприятии создали мини-дендропарк. Здесь собрана флора, основная флора нашей республики с указаниями. Носит такой более информационный характер для того, чтобы подрастающее поколение, школьники, все, кто приходит и интересуется, могли знать, какая у нас произоставит растительность. Именно не то, что именно у нас, то, что мы знаем, а то, что растет и в других областях республики. Уникальность местной природы и живописные пейзажи работники ельского лесхоза используют с максимальной эффективностью. Уже много лет в деревне Бобруйке существует агроусадьба. Помимо уединенного отдыха от городской суеты, гостям предлагают охотничьи туры и ловлю рыбы на местном водохранилище. В лесхозе его называют уникальным. Пойманные карпы порой достигают 25 килограммов, а потому и едут сюда туристы из Беларуси и других стран. Приезжают иностранные туристы для проведения охоты. С начала года уже было организовано и проведено три охотничьих тура. Два из них с гражданами Австрии, один с гражданами Украины. Сейчас мы летнюю веранду немного увеличиваем, потому что кроме туристических услуг в области проведения охоты, мы оказываем еще услуги по проведению праздничных мероприятий. Малый и средний бизнес – это основа современной экономики. Поэтому работа с предпринимателями – среди приоритетных направлений деятельности Ельского райисполкома. А при таком подходе и результат налицо. Развитие малого и среднего бизнеса в районе за последние 5-6 лет шло, так сказать, большими темпами. Число предприятий увеличилось практически в полтора раза, до 61 сейчас насчитывается. Также увеличилось и число индивидуальных предпринимателей практически в полтора раза. Насчитывается более 130 сейчас в районе индивидуальных предпринимателей. Доля их в бюджет района составляет более 26%. Также увеличилось где-то в начале 2010-2011 годов она составляла 10-12%. Андрей Калейник, который проживает в Ельске, частным бизнесом занимается около 10 лет. В 2008-м решил открыть магазин по продаже автозапчастей. С этой целью приобрел здание, которое долгое время не эксплуатировалось. Спустя пару месяцев на этом месте появилась и станция технического обслуживания. Объект для Ельского района весьма востребованный, так как количество автомобилей постоянно увеличивается. Позже предприниматель решил еще одну актуальную проблему – открыл первую в районе диагностическую станцию. Через аукцион было приобретено неиспользуемое здание, где провели капитальный ремонт и установили оборудование. Жителям райцентра больше не нужно ездить на диагностику в соседние города. Более того, сегодня среди клиентов станции не только местное население. Отсутствуют на сегодняшний день очереди, и по предварительной записи приезжают к нам. Загруженность на сегодняшний день хотелось бы, конечно, чтобы было больше, но то, что мы имеем в районе транспорта от общего количества, где-то порядка 60% на сегодняшний день мы загружены. Более двух лет мы работаем, можно сказать, довольно-таки успешно. Очень хороший коллектив, слаженные, высококвалифицированные специалисты работают, прошедшие подготовку и переподготовку на сегодняшний момент. Ну, в общем, станции работы доволены. А по соседству со станцией диагностики делают продукцию, востребованную в строительной отрасли – подоконную доску из ПВХ. Месячные объемы производства – около 10 тысяч квадратных метров. Планы очень, конечно, громадные. Самое большое, что мы сейчас надеемся, на что это выйти на большие объемы. Взять немножко больше белорусского рынка и пытаться выходить на российский рынок. Учитывая, что в Бельском районе немного крупных государственных предприятий, предпринимательство – хорошее подспорье для развития местной экономики. Бизнесмены не только пополняют бюджет за счет поступления налогов, но и создают новые рабочие места. В 2016 году в Ельском районе было создано 52 рабочих места, половина из которых в частном секторе экономики. Всего же в сфере малого и среднего бизнеса задействовано около 1700 человек. Для сравнения, в 2010 году – всего 500. Ну а мы двигаемся дальше. И следующая остановка – Ясли-сад номер один города Ельска. Учреждение посещает около 200 воспитанников. В данный момент функционирует 10 групп. 5 общего назначения, 2 санаторные, 2 интегрированного обучения и воспитания, а также специальная группа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Созданы все условия для творческого и физического развития ребенка. Среди направлений – изучение белорусских традиций. К примеру, в этой этнографической комнате малыши могут узнать, как жили наши предки, увидеть, какими предметами пользовались в быту. Занятия проходят в помещение, которое словно переносит в прошлое. К слову, разговаривают здесь только на белорусском языке. Талантливые дошколята с интересом относятся к такой деятельности и уже проявляют большие успехи. Жила тут бабка попродуха, была бабка молодухой, где ни ножку процевала, ни так тоненьких направо, сама проткул куточку, ни одну ставь на лоночку, и весело крутился колород. Популяризация национальной культуры и развитие творческих способностей у детей – важнейшая задача для работников учреждения. Педагоги стараются никого не оставить без внимания. Мы очень часто говорим с детьми о понятиях «любовь» и «душа», поскольку человек не только существо социальное, но и духовное. И важно, не оставляя духовную сторону детского развития вне поля зрения, наполнить ее традиционным содержанием и представлением. Вот что помогает и сделать – это наша этнографическая комната. Впрочем, этнографическая комната – не единственная площадка для самореализации. В соседнем помещении разместилась и небольшая, но очень популярная среди малышей – Академия дошкольных наук «Всезнайка». Юные ученые, вооружившись необходимыми инструментами, проводят опыты, эксперименты и наблюдения. Самые активные из них свои находки представляют на конкурсах. К примеру, в республиканских соревнованиях исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я – исследователь». Исследовательская работа воспитанника Миколаса Романа «Из чего можно изготовить чернила» была награждена дипломом первой степени Министерства образования Республики Беларусь. Мы считаем, что это очень значимое достижение в жизни и в развитии наших воспитанников. А здесь уже разговор не о громких научных открытиях, а о безопасности. Воспитанники детского сада сменяют мантии ученого на пожарную форму. Уже более года в учреждении действует школа «Юный пожарный», где дети с удовольствием, а главное с пользой, проводят время. Полученные знания о правилах поведения с огнем никогда не будут лишними. Я знаю, что спички совсем не игрушка, их никогда я себе не беру. Есть вертолет, есть машинка, есть книжка. Вот чем играю и чем я живу. Благодаря школе «Юный пожарный» ребята не только становятся более подкованными о вопросах предотвращения пожаров, но и обучают своих родителей. Наша школа нацелена не только на знания детей, для получения знаний детей, а также и существует у нас центр пропаганды и информации. Это для родителей, в свою очередь, центр, который включает в себя различные листовки, акции, плакаты, литературу. За свое трудолюбие и творческий подход к делу педагоги награждены немалым количеством дипломов и призов. Одно из последних ярких достижений – грамота Министерства образования по результатам работы за 2015 год. Яслисад признан лучшим в номинации за результативность и эффективность образовательной работы в учреждении дошкольного образования. Кроме этого, он занесен на областную доску почета. Все это подстегивает к покорению новых вершин. Современные методики, индивидуальный подход и профессиональные кадры. Высоких результатов сегодня достигают и в Ельской районной гимназии. Соблюдение этих, казалось бы, простых правил – основа для уверенных шагов навстречу прогрессу. Есть в учреждении и преподаватели, которые являются неоспоримыми авторитетами для своих коллег. Валентина Трошка всю свою жизнь посвятила профессии учителя. За многолетний упорный труд недавно получила высокую награду – знак отличника образования Республики Беларусь. Это заслуги за мою всю трудовую деятельность. Всю жизнь трудилась честно, добросовестно. Профессию свою обожаю. Обожаю свой предмет. Обожаю своих всех учеников. Горжусь, что многие ученики стали достойными в жизни людьми. Ну и у многих, хоть частичка моей заслуги в этом есть. Лучшая оценка работы учителя – это успехи его учеников. Высокий профессионализм Валентины Трошка подтвердила ученица гимназии Екатерина Мазюшова, которая стала победительницей заключительного этапа Республиканской Олимпиады по математике. – Работа у нас шла весьма тяжелая, потому что занимались мы каждый день. И Республиканская Олимпиада – это уже высокий уровень, поэтому задачи высокого уровня и сложность уже совершенно другая. Для меня эта республика была первой, потому что я учусь только в восьмом классе. И мой учитель смог обеспечить мне те знания, которые помогли мне в победе. Ельская гимназия открылась в 2009 году, но к сегодняшнему дню уже успела завоевать авторитет. В учреждении стремятся выстроить свой особый храм науки. Каждый здесь, от простого учителя до директора школы, старается привнести что-то новое в образовательный процесс, сделать его более интересным и, главное, эффективным. Проделанная на протяжении последних лет работа дает о себе знать, и нынешним гимназистам действительно есть чем гордиться. – Средний балл по выниках централизованного тестирования – это 50 с половой для провинциальной гимназии, это недренно. Процент поступления в высшую научную установку – 86. Когда поглядеть за эти лечбы, зазернуть правильно, за имя праца, за имя старания, а еще, я так думаю, за все, что это покажет конкурентность наших выпускников. Высокие результаты на централизованном тестировании, большая воспитательная работа с учениками и постоянное повышение квалификации учителей. Все это говорит о стабильном развитии и о значимых перспективах. Огромное внимание в районе и дополнительной занятости детей. Бесправильно организованная внеурочная деятельность школьников не пройдет безрезультатно для их личностного развития. Детская музыкальная школа в агрогородке Кочище – учреждение весьма востребованное. Сегодня здесь постигают азы музыкального искусства более 30 ребят. Они занимаются по классам скрипки, фортепиано, баяна, трубы и цимбал. И, несмотря на свой юный возраст, демонстрируют довольно серьезные успехи. Как известно, кадры решают все, ведь именно к высоко квалифицированным специалистам, искренне любящим свою работу, тянется подрастающее поколение. В Кочищанской детской музыкальной школе трудятся именно такие, понимающие, отзывчивые и добросовестные педагоги. Они стараются вложить в своих воспитанников все то, что знают и умеют сами. Стремятся сделать образовательный процесс максимально интересным и доступным для каждого ребенка. К слову, многие из нынешних преподавателей музыкальной школы некогда и сами обучались в стенах этого учреждения. Между тем приезжают сюда работать и молодые специалисты из числа выпускников музыкальных колледжей Гомельской области. Встретили меня здесь хорошо. У меня сразу как-то набрался класс детей. Сразу у меня было 8 человек. Правда, один ребенок ушел. У меня до сих пор держится 7 человек. Дети хорошие. Бывают дети, которые ходят, бывают не ходят. Это у всех. Но учатся, по крайней мере, некоторые дети очень быстро схватывают. Как показывает практика, выпускники детской музыкальной школы агрогородка Кочищи после окончания родного учреждения продолжают свое обучение и идут с музыкой по жизни. В этом году сразу трое воспитанников собираются поступать в специализированные колледжи нашего региона. Я занимаюсь уже 4 года. В этом году собираюсь поступать в Гомельский музыкальный колледж. Я сама решила поступать, потому что очень хочу заниматься в будущем музыкой, потому что я думаю, что это мое. В стенах Кочищанской детской музыкальной школы обучаются не только местные школьники, но и юные жители близлежащих агрогородков. Сюда устремляются дети, для которых расстояние даже в 20 километров не становится преградой на пути к постижению высокого и прекрасного. Кто хочет заниматься, в принципе, музыкой, мы никому не отказываем. Если ребенок хочет, и родителям есть возможность доставить на занятия к нам, мы, конечно, только за это. Максимально вовлечь детей и подростков в занимательный творческий процесс и научить их быть более собранными и ответственными стремится и Кочищанский центр культуры и досуга, который расположился по соседству с музыкальной школой. Здесь занимается немало талантливых и целеустремленных ребят. Причем наплыв юных посетителей не уменьшается, ведь для них работают самые разнообразные тематические кружки. Всего 10 клубных формирований. Подрастающее поколение с большим удовольствием посвящает занятия по вокалу и хореографии, детский, драматический и кукольный театры и много других интересных направлений. Занимаюсь я уже давно, точно не помню сколько, но выбрала театр, потому что люблю рассказывать эмоциональные произведения, стихи читаю эмоционально. Но мне нравится театр, люблю играть. Приоритетным направлением в работе с воспитанниками Кочищанского центра культуры и досуга является патриотическое воспитание. К примеру, сейчас юные артисты театрального кружка задействованы в новой постановке на военную тематику. Спектакль учит любить свою Родину и уважать подвиг людей, которые в годы Великой Отечественной войны отвоевали для своих потомков независимость, мирное небо и будущее. Я крыху поджигала и выбралась из-под мать. И она и Марийка уже не дыхали. Я увидела, как те, кто застался живой, выломали ворота и побегли в рассыпную. Кинулся до ворот и я. Усё крым горит, сыплется, а там выротование. В целом, кружки по интересам Кочищанского центра культуры и досуга объединяют около 70 ребятишек. Профили дополнительных занятий разные, а цель единая. Через самые неординарные формы работы – воспитать у детей интерес и стремление к умственному труду и творческой внешкольной деятельности. Если ребёнок активный, если ему нравится быть в центре внимания, то он и участвует во многом. Если талантливый ребёнок, он и поёт, он и играет в театрализованных каких-то постановках. Тут же он занимается и в другом каком-то кружке. То есть, да, всё зависит именно от характера самого ребёнка. Но это очень помогает, потому что дети, которые ходят и занимаются в клубном учреждении, видно, у них всегда… Они более смелые, они даже выходят смело к доске, они легче общаются со своими сверстниками. В Кочищанском центре культуры и досуга трудятся молодые и креативные работники, которые стараются делать мероприятия зрелищными и запоминающимися. Мы постарались показать самое яркое и интересное на Ельщине. Пусть этот район один из самых маленьких на территории Гомельской области, но здесь живут люди с широкой душой, гостеприимные и трудолюбивые, которые гордятся наследием своих предков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова